Ночь с 14 на 15 ноября 1944 года для турков-месхетинцев стала роковой. Более 100 тысяч безвинных жителей Месхетии по приказу Сталина были высланы со своей исторической родины в Среднюю Азию. Эту скорбную дату вспомнили на траурном мероприятии, которое прошло в Черкесске. Александр Коваленко продолжит. По приказу Иосифа Сталина в холодную осеннюю ночь с 14 на 15 ноября 1944 года без предупреждения и права на сборы более 100 тысяч стариков, детей, женщин, взяв лишь с собой ручную кладь, были погружены в товарные вагоны и отправлены в Среднюю Азию. Они навсегда покинули родину, южный район Грузии, Месхетию. Фильм, который предложили просмотреть гостям траурного вечера, невольно заставил появиться слезам на глазах. Сегодня много фильмов, много изданий, научных публикаций на тему депортации написано. Но ни одна из них в полной мере и в полной степени не может отразить то насилие, которое перенесло в гонениях те народы, которые были депортированы. Мы должны об этом помнить. Мы не должны это забывать. Корни турка-месхетинца Шакира Шакирова уходят глубоко в Ахалцитский район, в село Татаниси. По возможности мужчина старается посещать родину каждый год, согревая раненую душу надеждой на возвращение в родные места, где захоронены его предки. В этот скорбный день он приехал из Тавропольского края, чтобы разделить горе с депортацией со своим народом. Мы один из тех народов, которые в 44-м году в этот день, 14 ноября, наши деды были выселены, наши родители, бабушки, дедушки из родных земель в Среднюю Азию, в то время, когда более 46 тысяч наших аксакалов, старейшин, воевали на фронте в Отечественную войну, наших более 100 тысяч людей выселили в Среднюю Азию. Так же, как и чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, этих народов, это тоже наши народы, мы тоже один из этих народов. Им повезло больше, они уже на своей земле, а мы по сей день скорбим по своей родине. Турки-месхитинцы были депортированы дважды. Спустя долгие годы из-за ранее спланированных массовых беспорядков их вновь выслали и из Уфбекистана. Сегодня они проживают во всех уголках России и зарубежья. Обряд Дуа об усопших в годы депортации совершил директор Медресе Мухаммад Хаджиеркенов со своим учеником. Будущий Хафис тоже является турком-месхитинцем. В Карачаево-Черкесии численность этого народа составляет около 700 человек. Проживают они в пяти районах республики. Несмотря на то, что судьба разбросала их по миру, они все же сохранили свои традиции, обычаи, духовные ценности и желание помогать нуждающимся. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.